Здравствуйте, дорогие наши зрители, подписчики нашего канала. Сегодня начало видео решила снять на улице. Вообще первый раз в жизни. Сегодня сижу в Астане утром и дышу воздухом. Жизнь такая, что все время бежим куда-то, что-то делаем, торопимся. А вот просто шла, ходила утром в больницу, и вот просто пришла, думаю, почему не посидеть? Сижу, заполняю инстаграм, выкладываю видео. Вот решила записать видео для нашего Жанура. Это наша столица, это наш театр. Люблю наш город, как бы он ни назывался. Самый лучший город. Сколько ни путешествуешь, когда возвращаешься, с любовью возвращаешься в свой город. Потому что это самое лучшее место. Вот. Хотела сказать по поводу нашего Жанура. Сейчас я выставляю большое количество коротких видео, шорт. Вы, наверное, заметили, что на YouTube-канале сейчас новый тренд, как и в Инстаграме, как и в ТикТоке. Короткие видео занимают очень много объема. И набирают много лайков или антилайков, или комментариев и просмотров. Поэтому шортсы на YouTube тоже стали популярными. И они не монетизируются в плане том, что там рекламу нельзя ставить. Но за счет шортса увеличивается количество просмотров на канале. И я тоже решила этим воспользоваться. И если вы ведете свой канал, и смотрите наш Жанур, и учитесь, делаете изделия, то начинайте вести свой канал. Я к чему хотела сказать. Начните, откройте, выкладывайте видео. Потому что, чтобы научиться разговаривать на канал, на видео, чтобы научиться записывать, выставлять, это тоже нужно время. И чтобы количество монетизировать, чтобы свой канал, это тоже нужно время. Я только на второй год, по-моему, у меня началось капать доллары. И сейчас, в принципе, я не говорю, что там много капает. Ну, 5 долларов, наверное, за месяц. Но я просто, у нас канал специфический. И, как правило, нету, не каждый заходит к нам на канал. Только когда у людей либо праздники, либо они ищут что-то конкретно для своего мероприятия. Или те люди, которые стараются что-то сделать и учатся у нас. Поэтому мой вам совет, если вы уже начали что-то делать, какое-то изделие, что-то начали, корзины оформлять, поржены делать, по-любому фотографируйте, делайте видео, как вы это делаете. И не ленитесь, и выкладывайте на YouTube. Хотя бы там понятно, что не по 10 минут, потому что, ну, по 10 минут, может, вам нечего будет показать. Но если есть возможность, то и по 10 минут, больше 10 минут эти видео, как бы, ну, увеличивают количество часов просмотра, чем длиннее видео. Но сейчас, я же говорю, что сейчас такое время, когда люди не хотят много смотреть. Я сама смотришь видео, открываешь YouTube, если интересно, только в том случае смотришь. Если не интересно, двигаешься дальше. И чем больше информации в маленьком видео, тем больше оно имеет популярность, наверное. Вот, поэтому, если вы начали заниматься делом, любым делом, даже если не нашим делом, если не поржены, все эти, не корзины, но по-любому попали на наш канал, не случайно видите это видео, поэтому я вам рекомендую начинать свой канал. Это нетрудно. Вести его, зарабатывать авторитет у YouTube, выкладывать надо прям. Я сначала выкладывала почти каждый день, потом, ну, уже длинные видео я сейчас выкладываю один раз в неделю, но шорсы стараюсь выкладывать один раз в день, один раз в день минимум. А если есть возможность и есть какие-то хорошие видео, то стараюсь прям выкладывать по 2-3, иногда даже один день, у меня 5 вышло. Ну, благодаря этому количество просмотров на канале увеличивается, и YouTube мне пишет, поздравляем, ваше количество подписчиков увеличивается, ваше количество часов увеличивается, поэтому нужно стараться это делать, и это нетрудно. Самое главное, было бы желание, было бы время, естественно, это энергия, это время, поэтому нужно обязательно этому уделять. Этим заниматься, любым делом нужно заниматься с любовью, потому что любая затраченная энергия по-любому даст какой-то результат. Еще я потом сниму видео насчет того, как вы, если уже прошли монетизацию, и через 3 месяца вдруг вас отключили, 4 месяца, да, для того, чтобы когда там порог денег, которые, ну, там где-то у нас, по-моему, пишут 100 долларов, но у меня уже после 10 долларов они меня прекратили монетизацию в YouTube, и попросили выслать адрес, уточнить, и чтобы я, что они мне вышлют пин-код для того, чтобы продолжить монетизацию канала. Но я ждала, короче, вот 3-4 почти месяца этот пин-код, и его не нужно ждать по почте. А каждый раз, когда проходит 3 недели, нужно опять посылать запрос на YouTube. Ну, если вы уже занимаетесь YouTube, то вы уже знаете, что заходите в свои настройки, в управление, это не управление, а в настройках своего канала, и начинаете писать письмо, не письмо, а там есть такое, где повторить запрос пин-кода, вот, и без конца, каждые 3 недели, короче, до 5, до 4 раз. После 4 раза YouTube присылает ответ, уже, как бы сказать, автоматически, и высылает пин-код, и этот пин-код вы уже вставляете, ну, не на почту посылает, вот что интересно, а не настоящую почту. А уже в письме он уже начинает, не то, что пин-код писать, а он говорит, что ваш адрес, вы подтвердили свой адрес, и подтвердили свою платежную систему, и начинает потом опять работать. Вот, у меня был перерыв с января, получается, по июнь, только в июне у меня включилось по 6 месяцев. Ну, я не знала, что делать, поэтому без конца, конечно, просто автоматически посылала запрос, запрос посылаю. Ну, что делать, хожу на почту, и на почте нету. А оказывается, просто это надо вот так бесконечно отправлять запрос. Вот, если какие-то вопросы у вас возникают, можете написать, я конкретно еще раз объясню. Ну, это для тех, кто начинает заниматься YouTube, и уже, вернее, вы уже прошли порог монетизации, когда монетизация у вас, вашего канала будет, наступила, и, соответственно, возникает вот этот вопрос. Поэтому пишите комментарии, я обязательно отвечу на вопросы, поделюсь информацией, которую я знаю. Пока-пока! Жанур творит с любовью для вас! Субтитры создавал DimaTorzok